Всем привет! Помнится, года два назад, то есть давным-давно, я делал обзор двух наушников накладных. Только одни сделали Xiaomi, вторые сделали Meizu. И, в общем-то, уже на тех наушниках было понятно, что, в отличие от большинства других мейнстримовых производителей, Meizu не совсем положили болт на качество звука. И вот когда они анонсировали, что они выпустили USB ЦАП, причем еще и выпустили для него Pro-версию, и поставили туда неплохие чипики, мне стало интересно добыть его на обзор. Ну а чем хорошо быть обзорщиком? Хочешь чего-то добыть, ты это добываешь. В общем, сегодня, как вы поняли, у нас на обзоре Meizu Hi-Fi DAC Headphone Amplifier Pro MX-2 Extended Version SE+. Вот. В принципе, стоимость его составляет, по-моему, 50 долларов за Pro-версию, чуть меньше за не Pro-версию. Но смысла брать не Pro-версию никакого нет. Про спецификацию его и возможности поговорим чуть-чуть позже. Ну а пока традиционный анекдот. Кому не нравится, то знаете, где находятся ссылки для перепрыгивания. В общем, анекдот этот я знаю во многих версиях, но так как я родом из города, в котором находится Южный турбинный завод, то, естественно, самой ходовой была версия про турбины. Построили большую турбину, идут ходовые испытания и все время там разрывают лопатки, что-то идет не так. И поэтому решили вызвать очень ценного, дорогого специалиста. Специалист приехал, посмотрел на свежесобранную восстановленную турбину, походил вокруг нее, потом нарисовал маркером крестик, ударил по нему изо всех сил кувалдой и, в общем-то, запустили турбину, все работает, все великолепно. И он выставляет счет, в счете написано 50 тысяч долларов. Финансовый отдел завода Фонарел говорит, а за что так много, пожалуйста, вы можете детализировать этот счет? Говорит, конечно же, могу. И как это самое. Приносит им детализированный счет. Установка рисования крестика 10 долларов, удар кувалдой 10 долларов, определение места для рисования крестика 49 тысяч 980 долларов. Упаковка довольно простая, но при этом симпатичная. То есть, если фирма уровня Meizu решила продать вам за 50 долларов донгл или переходничок или адаптер, то они хотя бы постараются его красиво упаковать. Красивое сочетание глянцевого и матового материалов на коробочке. Видите, тут случай, когда глянцевая полиграфия, она работает. Сзади технические характеристики. Из интересного, тут от CyrusLogic цапик и усилитель от Tex Instruments. О, пашечка. Адаптивный хороший усилочек. А CyrusLogic... А я не буду даже пытаться сейчас вспомнить. CS41 чего-то там. В общем, короче, мобильный ЦАП от CyrusLogic. Нормальный. Из спецификаций, как видите, очень неплохие цифры динамического диапазона. Хорошие цифры гармонических искажений. 20 Гц, 40 кГц. Ну, не даром же вот этот логотипчик тут. И вот самое забавное. Они везде в рекламе показывают импеданс нагрузки от 16 Ом до 600. Некоторые особо талантливые переводчики пресс-релизов перевели это как фразу, как сопротивление ЦАПа составляет 600 Ом. Но на самом деле, как бы, 600 Ом это они, наверное, преувеличили. Может быть, существуют какие-то наушники, у которых 600 Ом импеданс, и при этом чувствительность там порядка 110 дБ. Ну, вряд ли, вряд ли. В общем, где-то от 16 до 100, я бы скорее сказал, это вот его разумные пределы. Но на самом деле тоже в целом неплохо. И вот что больше радует, особенно любителей современных высоких разрешений, 32 бита, 384 кГц и даже DSD до 128. То есть, очень неплохие показатели. Внутри, в коробке вас ждет бумажечка о прохождении гарантийного, или не гарантийного, а контроля качества. И, собственно, вот сам ЦАПик. Ну, на этом на самом деле все. По дизайну тут все довольно очевидно. Вся электроника расположена в коннекторе, и Meizu тут тоже малехо постарались. Я не знаю, покажет это в видео или нет. На самом деле тут маленькое такое прозрачное окошечко, и в нем видны чипики, которые там установлены на этой плате. USB-C коннектор обычный. Ну, в общем, видите, до чего дошла современная электроника, как мало, в какой маленький объем можно запихать более-менее современный цифроаналоговый преобразователь. Провод в нейлоновой оплёточке. Ну, надеюсь, он будет служить долго. Как бы он не самый толстый, но довольно гибкий и неплохо выглядит. Скажем, хочется верить в его надежность. И, в общем-то, гнездо обычное 3,5-миллиметровое. По словам самих Meizu, работают и гарнитуры, но я не проверял. Потому что, когда у меня под рукой был смартфон с USB-C, у меня не было наушников с микрофоном, а дома у меня нет смартфона. Но, как бы, я думаю, что если Meizu это заявили, то оно работает. Логика работы у всей этой штуки очень простая. Берем источник сигналу. Сейчас. Плеер загрузится, потому что нужно, чтобы он работал, чтобы я мог продемонстрировать одну интересную особенность. То есть, что-нибудь, что будет выступать в роли транспорта, у большинства это будет, конечно же, обычный смартфон. Включаем его так, чпок, и видите, а ничего не происходит. Дело в том, что Meizu, они, товарищи, прошаренные, поэтому у них в гнезде расположен выключатель, датчик. И вот, когда мы вставляем... Сейчас, чтобы было видно. Когда мы вставляем наушники, вот, то есть, пишет, что USB-устройство подключено. А когда вынимаем наушники, собственно, он отключается. Видите, чудеса предусмотрительности и экономии заряда батареи. В принципе, можно не раздалбывать USB-C-коннектор вашего дорогого бесценного смартфона. Можно вынимать из него, вынимать наушники, он будет отключаться. Ну или, собственно, можно, наверное, просто вот так нацепить его на наушники и держать в таком виде тоже. В принципе, вариант, я думаю, что USB-C проживет дольше, чем все остальное в вашем телефоне. И вот про напряжение, мощность, про питание. Тут все очень сильно зависит от громкости, с которой вы слушаете, и от наушников, которые вы включили. Потому что вот этот чипик от Texas Instruments, он назван адаптивный усилитель для наушников. И он действительно адаптивный, потому что, если воткнуть в него что-то, требующее побольше мощности, он начинает заметно жрать батарею больше. Как бы, такие чудеса современных технологий. Жрет столько, сколько надо. И если вот взять вот эти вот Noble Kaiser Encore, то вот на них тестировал где-то на 25% больше потребления батареи по сравнению с тем, как если слушать без вот этого донгла. Думаю, что на самом деле довольно честная сделка за улучшение качества звука. Ну и, конечно же, о звуке. И тут Meizu сумели еще раз приятно удивить и доказать, что, в общем-то, они не кладут болт на качество звука. И у них есть кто-то, кто знает, где рисовать маркером крестик. В общем, естественно, не стоит уждать каких-то мега откровений. Но, в целом, относительно, скажем так, как сказать, стандартных смартфонов, да, относительно обычного стирального порошка, прирост довольно хороший. И даже относительно, вот, скажем, вот этого V1A тоже заметен прирост. Вот. Причем, вот, с V1A особенно досадно. Я делал его обзор буквально недавно. Думаю, вы его видели. В общем, по качеству звука они чуть-чуть не дотянули. Но вот стоит к нему прибавить вот этот вот хвостик, и получается сразу уже отлично. Ну, разумеется, большинство людей будет использовать это со смартфонами. Хотя работает и с MacBook'ом, и с новым iPad Pro, у которого USB-C и коннектор. В общем, довольно широкий спектр применения у этого маленького, удаленького Цапика. В общем, Meizu решили делать для него такую аудиофильскую заточку, и выгнули звук такой в сторону нейтральности и разрешения, что в целом уже довольно удивительно. На фоне того, что большинство производителей смартфонов или просто делают какой-то такой звук с немного акцентированными низкими частотами, скажем, или просто его делают молча, или называют это каким-нибудь там True Audio Mega Plus Enhancement и так далее. Но тут он действительно натуральный, детальный, нейтральный, и в целом, если вы привыкли к окрашенному звуку, то это вариант не для вас. А вот, скажем, если вам нужно добавить детальность и разрешение, то это как раз вариант для вас. Кто бы мог подумать. В общем, по порядку, бас собранный, довольно хлесткий, чуть-чуть ускоренные атаки и затухания, но в целом, я думаю, это нельзя назвать минусом, особенно на фоне того, как обычно в смартфонах его наоборот замедляют, чтобы получить более массивный такой звук качевый. В общем, бас уходит довольно глубоко, неплохо контролируется, ну, скажем, естественно, это не мегамощное что-то, но с внутриканальными наушниками нормальными, хороший контроль, ухлёсткость, упругость, в общем-то. Естественно, не ждите там каких-то мегаоткровений, потому что нужно делать поправку и на размеры, и на всё остальное, но в целом, действительно, очень собранные низкие частоты. И в качестве примера, вот Daft Punk, Get Lucky, все слышали, драйвовая, бодрая мелодия, хорошая басовая линия, причём такая не тупая, дискотечная, электронно-развлекательная, как тут в чатике канала любят говорить кряква. Нет, тут не кряква, тут всё-таки более интеллектуальная электронная музыка, но при этом басовая линия, естественно, акцентированная, и вот этот цапик её хорошо выводит. Средние частоты нейтральные, с небольшим акцентом в микроконтрастах, так что вот если вы хотите, как пишут плохие журналисты, услышать новые детали в знакомых мелодиях, то это тоже вот вариант для вас. Хотя вряд ли вы что-то такое услышите, естественно, потому что детали-то останутся старыми, но будут поданы по-новому. Немного с ним повышается придирчивость к качеству записи, но, с другой стороны, не даром он поддерживает высокие разрешения и даже DSD. Можно поперебирать разные мастеринги, можно, наконец-то, купить USB Audio Player Pro, чтобы работать нормально с ЦАПом. Можно, скажем, подобрать удачные ремастеры и, в принципе, немного побаловаться вот этой вот всей ламповой аудиофилией и убедиться в том, что действительно есть разница. Хорошее разрешение, не подчеркивает эмоции, не пытается добавить какого-то дополнительного веса, поэтому это такой не вариант для тех, кто любит вот именно что-то такое в макродинамику, имеющую уклон. При этом, как я уже говорил, улучшает разрешение, улучшает детализацию и улучшает воображаемую сцену. Она где-то чуть меньше средней в ширину и глубину, но при этом на фоне обычных смартфонов, у которых все вообще вот так наглухо сплюснуто в одну плоскость, то тут, скажем, в сцене появляется вот это эшелонирование в глубину, и это одно из самых заметных изменений. В качестве примера... А, у меня Джон Зорн и вот трек «Бэтмен», авангардный джаз и просто какой-то музыка, которую, наверное, просто можно назвать авангардом. Там много инструментов, много постоянно меняющихся какие-то мелодии, размеры, ритмы. В общем, прекраснейшая музыка для того, чтобы пощекотать немного себе мозг и его в целом, наверное, убедиться в том, что тот же джаз, хотя, наверное, я думаю, что Джона Зорна в джаз засунули просто потому, что больше было его некуда девать. Ну, не в народные же инструменты. Так вот, обычно эти записи требуют чего-то, хотя бы там среднего сегмента и выше, а лучше вообще там, скажем, начальных топов, чтобы отыграть на полную. Но вот с этим Цапиком, в принципе, и эту музыку можно вполне слушать, и действительно неплохой уровень качества, скажем, не идеальный, но довольно-таки приемлемый. И верхние частоты – это еще одно заметное улучшение, там, где вот и у этого V1A заметно упрощение, и, допустим, у большинства смартфонов верхние частоты упрощены, им не хватает протяженности, не хватает какой-то насыщенности. Тут, наоборот, протяженность повышается, причем довольно-таки заметно. Повышается немножко разрешение, чуть добавляется количество на ВЧ. Так что, если вы чувствительны к ВЧ, то стоит, наверное, его послушать перед покупкой. Ну, скажем, это, я думаю, уже для совсем ВЧ-фобов, это не вариант. А в остальных случаях все-таки в ВЧ тут добавляются, скажем, относительно того, что обычно в смартфонах, но не подчеркиваются верхние частоты. При этом у них неплохое очень разрешение, натуральные атаки с затуханиями, ну, скажем, каких-то высоких материй, типа там, слоистости и шлейфовых обертонов тут ждать не стоит. Но при этом ВЧ становится нам заметно лучше проработан, чем в среднем у смартфонов. И это тоже такой вот еще один момент, который сразу обращает на себя внимание. То есть, как бы улучшенная сцена и вот верхние частоты. То есть, все начинает звучать как бы яснее, подчеркнутие, так скажем, как воздуха немножко добавляется везде. И в качестве примера еще один трек, который бы никогда не использовал в качестве примера, скажем, со смартфоном обычным, это King Crimson, Lady of the Dancing Water and... Да, нет. И надо научиться вообще инк проговаривать без Гэ в конце, Lady of the Dancing Water. Вот. То есть, флейта вначале во вступлении, гитара акустическая, в общем, насыщенная довольно инструментами композиция. И тоже для нее нужно что-то более топовое, но в целом этот Meizu Цапик справляется неплохо. По мощности, в принципе, на 600 Ом они, конечно, махнули. У меня ничего нет 600 Омного, но думаю, это все-таки перебор. Разве что это какие-нибудь 600 китайских Ом. Как они там ваты мерили в PMPO, так же и Ом в PMPO. Ну, думаю, в целом где-то до 100 Ом реально более-менее все раскачивают. Ну, разумеется, не самые тугие модели, потому что почему-то все смотрят на Ом, но есть еще и чувствительность. При этом фоновый шум практически отсутствует, и вот этот адаптивный операционный усилитель, в общем-то, действительно подстраивается под нагрузку и под уровень громкости. Поэтому и с полноразмерами чувствительными более-менее можно его слушать, ну и с внутриканалками с большинством тоже не будет проблем. Если говорить о сравнениях, то, собственно, что там было таких форм-факторов. Вот такой вот донгл от HIDIS, он попроще, ему и разрешения не хватает. Ну, не хватает, скажем, у него меньше разрешения, у него проще ВЧ, но при этом HIDIS выпустили два новых таких донгла, может быть, там уже все действительно улучшилось. Ну, а iBAS, да, там, скажем, там заметно, он мощнее, он как бы лучше контролирует низкие частоты, он более собранный. Но при этом он, во-первых, крупнее, во-вторых, больше жрет от аккумулятора, ну, логично, да, больше мощности на выходе, больше мощности на входе. И он чисто балансный, поэтому далеко не все будут заморачиваться балансом и рекаблингом наушников, чтобы его использовать. У iBAS, конечно, есть еще DC02, который они сделали не балансный, но они там зачем-то и ЦАП поменяли, и вроде как по отзывам даже звук. Но, в целом, вот этот Meizu все равно, по-моему, очень оправдан, особенно если вы хотите нейтральную такую подачу с уклоном в разрешение, то вот этот вот, как он там, Hi-Fi, Digital Tonal Converter, Headphone Amplifier Pro, это действительно очень неплохая опция и показывает то, что Meizu действительно заботится о звуке. Единственное, что смотрите еще раз внимательно, это была Pro-версия, не Pro-версию, ладно, выключайся, не Pro-версия дешевле, но, наверное, она хуже. Так что, резюмируя еще раз по звуку, нейтральный, с хорошим разрешением ЦАП, для тех, кто хочет именно вот такого неокрашенного звука. Спасибо за внимание.